Здравствуйте! Утречко у нас нынче. Выдалось пасмурно. Ладно, хоть дождь перестал. Начался около полуночи и грохотал до утра. Да и сейчас ещё копыт с деревьев. Итого, глядя, опять начнётся. А это настолько сбивает мои планы. Эх, хотелось бы продолжить позицию с тем, что я затеяла около скворечника, а снова по теплицу продолжать. Но если вдруг начнётся дождь, то ничего путного не выйдет. Впрочем, можно попробовать что-нибудь учидить под навесом, вырезая необходимые выемки на брусье. Да, последний остался. А вот что, до зекляковных работ, так это грязь месить придётся. Но это уж после приезда автолавки. Не хочется отправляться туда в грязных сапогах. Ой, стянув промокшие перчатки, как бы хотелось, чтобы сейчас ветерок подул, развеяло тучи и вновь засияло солнышко. Ладно, посмотрим, поглядим что-нибудь. Да учидим. Да, Весёнок, да. Во всяком случае, без работы я сегодня точно не останусь. Ну, как и вы без прогулки. Ну вот, только подошла к своему стройобъекту, вновь заморосила. Да, придётся нынче грязьку помесить. Мне ведь вот тут ещё траншею выкапывать. И достаточной зарядной глубины. А к тому же прокапывать всё вокруг, чтобы деревяшки не гнили. И хорошо, что я вчера ведь всё-таки не поленилась прятать их под навес около бани. Ну, вон ещё одна лежит. Ну, куда же её сейчас вытаскивать-то? А в таком положении на полу отпилить всё будет крайне неудобно. Ладно, немножко подождать. Во всяком случае, у меня в мастерской всегда дела найдутся. Хотя бы под крышей, а не под дождём. Зашла в озвушку с охапочкой дровишек. Да, сегодня придётся протопить немного. Котейки расположились на кроватке. Ай, сама Нега. Да, что доплутит, она, как обычно, в последнее время. Около роутера разлеглась. Ой, заряжается. Сны смотрит интернетовские. Ну, извини, извини, побеспокою. Всем видом своим показывать, что ей мешают. Ну, надо же было выбрать такое место. А за окном мельком заметила Родиона. Он чётко знает, что сегодня автолавка. Как и кубик. Но это через некоторое время. Сколько же у меня листьев за окнами. И всё это ведь убирать предстоит. Да, я тут когда отдушина закрывала, наступила и провалилась по щиколотку. Такой слой листочков. Ну, ничего. Подвянут, полегчают. И всё это надо будет вытаскивать из-под окон, чтобы было чисто и достаточно красиво. Весной, когда влажная листва, тяжёлая, всё это неудобно. Но впереди будут ещё тёплые денёчки. Всё уменьшится в массе. И станет легче. Ну, а пока в мастерскую отправляться. Собственно, зачем я и зашла, помимо того, что дробишки притащила. Вот это предстоит сегодня шлифовать. Кстати, очень удобный телефончик. Держится в подставке. А вот с этим вчера возиться начала. Громадный кусок осины. Хочу из него вазу цветок сделать. Но он немножко не такой, как обычно. Ладно, потащу-ка это всё в мастерскую. И попробую помахать по утру топориком. Всё, никакая разминка. Помимо топора, пришлось ещё и пилочку применить. С тем, чтобы облегчить свои старания. И вот что-то начало оформляться. Ох, отведу я сегодня вечером душу в тёмной печке, когда займусь уже работой со стамеской. Ну, что-то засиделся я. Пора бы и подлипа отправляться. Соседи уже собрали, слышно было голоса. И скоро окрестности озарятся зычным сигналом нашей автолавки. Ждём-с и надеемся. Ну вот. Но как-то слабенько, не ожидало. Мелькает жёлтая машинка. Карри побежал встречать. Но немножко не туда. Хм, втихарька подбрались. Да, какие-то странные сигналы. Интересно, кто же за рулём. Кубик торопится очередь занимать. Остальные за ним. Так, Радик, ну пора бы уже привыкнуть, а? Постоянно надо гладить, чтобы ты меньше тяфкал. Перестань. Нет, Кубик делает вид, что он не очень-то и торопится. Ну как же, как же. Отлично знает, кому за рыбку придётся расплачиваться. Палу вычет сегодня свою мороженку. Ну а ты сухой корм. Да, да, то самое. Но кубик неприбычного входа. Как-то не решается брать рыбку. Будешь ли мы? Да, да, да. Радик, перестань. С твоей рыбы полной мороженой. Второй подходим. Интересные новости. К Нике Артёму приехал экскаватор. Будет сегодня что-то ковырять. И поэтому ёлка оказалась в доме. Да, да. Артём остался поболтать. С Димой у них всегда находятся общие темы для разговора. А Ника побежала смотреть, как там ёлочка себя чувствует. И опять дождь. Да, чувствую я сегодня. Возиться с теплицей мне не придётся. Ну, ничего страшного. Предстоит взять тачечку и ехать с нею. Тапсовин и долг. Как только распакуй продукты. Потому как вчерашняя груда подарков меня просто потрясла. В руках всё это не вытащить. Да и с тачкой-то, по-моему, ни один заезд сделать придётся. Ладно, устрою себе сегодня выходной. Ах, эта земля мокрая. Не буду глину месить. Займусь своим любимым промыслом. Буду долбить. Ну, это немного позже. Толь, не стоит гулять в такую погоду. Я думаю, ребята стоят трепет за окнами. Всё-таки эта жёлтая машинка за окном. Такое ощущение, что на улице солнечно. Даром, что дождь во всё лупит. Ну, эти стоят, болтают, рассуждают, руками махают. Да, да, весёнок, погода сегодня нелётная. Ну, ничего страшного. Всё в жизни меняется. И наверняка чуть позже вот ещё разгонит. Как всегда, Паська от поворота с моста, ведущего к дому, где она проживает, понаблюдала за автолавкой. И как только-то отъехала, сразу же оказалась около моей калитки. И, как всегда, Радик уступил ей миску. Нет, вторую у меня нету. Поэтому Родион лопает с мокрой скамеечки. А дождик, правда, усилился. Нет уж, надо прятаться в мастерскую, а уж по курицам ребятам заглянуть. Всё, собаки пошли. Всех угостили, всех покормили, поздоровались. А теперь прощаемся. Давайте-ка домой. Да весит. Хватит права качать. Так, а вот мисочку надо перевернуть, чтобы пограждание не было. Всё, мой хороший? Да нет там больше ничего. Давайте. До завтра. Ох, в такую погодку. Только дома сидеть. Да чем-то заниматься в хорошей компании. Всё, до свидания. Принесла необходимое в дом. Так, чтобы потом под дождём, если вновь сильнее станет, не бегать. Осталось только плотненько загнать, и можно бы к ребятам отправляться. Вот только где создание это? Погода паршивая. Пойдём домой. Да. Как вчера было здорово под вечер. Не ожидала я, не ожидала, что настолько всё изменится. И, судя по всему, до позднего вечера. Завтра, правда, опять улучшения обещают. Ну, не знаю, как уж она там случится. Так, а Радик всё ещё на дородич ныреет. И Азелька там же. Луч, свои. Это свои. Охраннички. А вот ещё. Ну, ладно. Сейчас вместе с собаками к Савиному долу прогуляемся. А вот тебя домой затащу. А вот и экскаватор. Ну, а-такий экскаваторчик. Маленький, но очень трудолюбивый. Приезжает он вон на той машинке. Его хозяин явно что-то уже начал копать. Так, ладно, пойду к Нике в оранжерею и выясню, каков сегодня фронт работ. Ну, очень любопытно. Как же у тебя тут тепло. Сам ест? Да. Что, даже Марошу не страшно? Стоило мне заходить, вот когда выезжали, он так шарахался. Ну, вчера он тоже пройдёт. Мне прям боязно было. Ну, я тогда просто смотрела, съел он что-нибудь или нет. Так. Марош. А чего экскаватор там копает? На канаву водоотводную, чтобы отрезать эти столи и снег. И это на сегодня всё или ещё какие-то затеи? Ну, я надеюсь, вот эту кучу он ещё нам раскидает. Это где-то хотела клумбу делать? Да. А глина, что от Газгольдера? А глина мы не можем найти. Этот, кто возить и будет её. Журавли трубку не берут. Андрей сегодня, по-моему, не может. Вот, там Слава ещё чей-то телефон сейчас дал. Смотри, как она цветёт. Жёлтенькая, красивая. Ну, цветочек всего два дня. Сегодня пик цветений. На мотылька похож. Не ожидала я, что погода так поменяется. Почему? Обещали же. Ну, только обещали кратковременные дожди, а небольшой перерыв после ночного и опять. Ну, это в половине дня должно разгуляться, ну? Ты знаешь, что-то мне слабо верится. Да, осенью в чём году у нас будет. Да, по-любому, во дворе-то уже во второй половине дня ничего не затеешь, потому что печку надо топить. И у меня рыбатёнка, очередная, накнулась. Слушай, а как вы сюда всё это заволокли? Ну, вот, слушай, самый популярный вопрос. Как я занесла таз с водой? Угадай, как? Ты прикатила таз и долила воду? Я его в руках вылила воду, в руках донесла таз и залила воду. Ну, там каращи теперь плавают? Да. Так, жук. И специально для него кара. А? Вот это да. Добыча с рептилиумами. Ну, такое ощущение, что он высохший весь какой-то. Нет. Ну, вон ещё один, вот я его побрызгала, он зелёненький стал. И это тоже будет зелёненький? Ну, он... Он щедоватый какой-то. Хм. Ну, вот. Ему тоже нужна деревяшечка. Я, да, я пока ещё... Ему, наверное, отдельную надо. Такую-то. Вот в таком положении его надо закрепить, будет. Так. Очень красиво. Как эти растения называются? Тилансия. О, Марош, вот это ты ещё отсюда не пила. Да, она сейчас попила из всех вёдер, а тут раз и такое. Ну, тут ей помыться можно. И лягушка там, оказывается, оказалась. Вот это вот тоже тилансия. Вообще необычная форма. И вон-то вот тоже тилансия. Вот я сейчас для этой хочу придумать тоже какое-нибудь. А, я хотела в позвонок этот всунуть её. В позвонок? Слушай, у меня парочка прикольных позвонков есть. Мастер-ку. Не знаю, а их надо как-то к стене закрутить, не знаю. Просто у меня есть тут кувшинчик, который мне подарили. Она очень клёво смотрится, но она в него не влезает. Вот это вот. М-м-м. Но она не держится. Принесите позвонки. Ну, да, она не срочно. Она пока не влезает. Знаете, что вот тут... Я греюсь. Позвал чай пить? Позвал чай пить? Позвал чай пить? Чай пить, позвал? А, позвал. Нет, ну, подвал. Подвал чай пить, чтобы подвал бы не было. У меня болото. Замечательное болото. С карасями? С карасями. С карасями. Там где варятся? Почему-то они варятся. Они всё лето варились, не сварились. Они долгоиграющие. А, в пол, они... Ну, как не сильно варились. Ну, так я же его сильно не варились. Он вот сейчас 28 градусов. А ночью 20. Хорошо. Я совсем забыла, что у меня ёлка в комнате. У меня за спиной кто-то так это зашипел. И я резко обернулась. Достойное седалище. Высокую сижу, далеко гляжу. Ёлка боится экскаватора. Ну, что ж поделаешь. Пришлось перенести. Да, собственно, в такую погоду действительно лучше в доме находиться. А, тот самый календарь, который ты рассматривал на рептиле. Интересно. Ну, он как открытки сделан, да? Ну, он отдельно, да, то есть это все перекладывается. Я первый раз такой календарь вижу. Ну, идея классная, но... Ну, он на магните же, на холодильник. А, вот в этот планшетик вставляется и на холодильник пишется. Красиво очень. Манера письма такая интересная. Ну, Алина же я все это рисовала. Так, дружники идут. Сейчас досмотрю. Здравствуйте. Здравствуйте. Кофе, чай? Кофей тут. А мне Нику могла тачку загрузить. Вы думаете, это все подарки, что мне с аппетитами прислали? Нет. Это, как бы, только первая тачечка. А там еще, по-моему, даже больше, чем здесь. Но я попросила Нику взять только те пакеты, которые не промокнут. Потому что дождик вот-вот опять грянет. Ну, что, малыш, поехала я к дому ближе. В такую погоду точно ничем на улице заниматься не охота. Да уж, охрана у меня просто замечательная. Да, Радик, да. Еще бы. А тут мне по дороге к дому кто ограбит. Наверное, вкусняшечек вам прислали. Всем-всем. И надолго хватит. Так что охраняйте, охраняйте. А я поспешу. И ветерок неприятный. И морозь какая-то в воздухе летает. Ой. Поеду я. Да-да. По твоей бдительной охраной к дому ближе. А вот и Кнопа подоспела. Как всегда, попрыгала. Перепачкала мне мокрыми лапками все штаны. А я перетаскиваю подарки. Да, моя комната сейчас выглядит весьма красочная. Так, а вот Азель и Радик наверняка остались у калитки ждать награды. Ну, как же. Доставили нас. Целости и сохранности, Карик. Никто не ограбил. Поэтому надо отблагодарить. Сейчас еще одну сумочку в фунт занесу и отправимся. Ну, все. Теперь расплатилась, распрощалась. И точно, пора в избушку забираться. Печку топить. У соседки уже дым из трубы идет. Да и мне пора за работу в избе приниматься. Что ж, не на улице, так в комнате. Но по-любому надо хоть что-то поделать. Наверное, сегодня дошлифую подставку под телефон и для дюшлина маслицем покрою. Интересно, какого цвета получится та самая рыбка с краплениями березового нароста. Не терпится посмотреть. Да, Карик, тесновато стало в нашей комнате. Таинственно мерцают красочные пакеты. Но нет, сегодня я распаковкой не стану заниматься. Уж более много работы с древесиной. Вот только свой верстак бы теперь каким-то образом выкатить. Так что, кушай, банифаций, готовьтесь. Плутин, наверное, примет участие в распаковке. Но состоится она не сегодня. Сейчас пора за шлифовку приниматься. Ждет меня моя странная рыбешка. И мне не терпится ею заняться. Да вот только в кресло не присесть, ролик не закачать. Ну и ничего, возьму плутеныша на коленочке и с ее помощью справлюсь со своей повседневной задачей. И вот начала шлифовку. Окончательную шлифовку. Она проходит два этапа. Сначала вот такой шкуркой, потом более мелкой. И это все вручную. Ну и сейчас-то можно уж свет-то и выключать и перемещать свой верстак на другое место, поскольку на улице солнце засияло. Ах, появилась бы ты с утречка. Возможно, бы я сегодня уже с основанием подтеплиться бы и закончила. Но все же снова гонят тучи. И, вероятно, эти лучики пробились ненадолго. Эх, ты осадная. Да ничего страшного. Во всем случае, вчера я уже успела так напахаться, что сегодня полз в отдых была бы и неплохая. Вот ее я сейчас и занимаюсь. И уж пора бы печку затопить и маслице поставить, поскольку еще разочи с шкурочкой пройтись, и все дойдет до ума. Да, сильный ветер. С какой скоростью облака несутся по небу. И как красиво это смотрится. Честно говоря, на улицу выходить неохота. Дома так хорошо, тепло, приятно. Ай, но все равно прекрасна осень. Эти смены погоды. Все, что боги не делают, все к лучшему. Ладно. Снова тучу несет. И надо продолжать. Внезапно появился повод выбраться на улицу, где солнышко во все лопатки засверкало. Ник подошла. На территории работает каскаватор. И я в свое время предложил забрать тот самый черный пластиковый бассейн, который когда-то давным-давно установила. Первое время я в него окуналась в солнечные дни, возвращаясь из леса. А вот последние годы, честно говоря, ни на что времени не остается. Ребята пришли его замерять. Действительно имеет смысл перетащить его на участок савиного дола. И там те же самые немфеи посадить. Или что еще интересненькое придумать. Последний раз мы там плескались вместе с Росикой, когда он был совсем маленьким. Годика так три. Ну а сейчас все это в запустении. И я полагаю, что на территории соседнего участка это все весьма пригодится. Ну все замечательно. Консилиум прошел. Теперь будет, куда бассейничек пристроить с пользой. К тому же у меня возникла проблемка. Ведь завтра, ну уже этим сегодня, хотя вот была бы с утра такая погода, ай. Эх, елки-палки. Отсюда надо будет вывозить достаточно большой излишек земли. И выемку, оставшуюся от бассейна, будет чем засыпать. А я-то голову ломала. Куда весь грунт девать? Нет, ну действительно, здесь слишком много всего. Да, тачка пригодится. Ох, как же ее наполнило дождем сегодня. С утра выливало, потом опять не текло. Что ж, исчезнет бассейн, увеличится, получить грядок. Все замечательно. А главное, на пользу и Бонни появился. Охотничек. Мяу-мяу. Недавно вышел из избушки. Мне вновь предстоит туда возвращаться. Потому что шлифовка идет полным ходом. Дым из трубы идет, печка затоплена. И скоро на нее уже льняное масло ставить. Да, Бонни фасы, да. Сегодня я рыбку точно маслицем покрою. А сейчас некоторое время провести на улице. Все-таки как же красиво, когда солнце вновь появляется на небе. Просто благодать. Ух, как же ветер разыгрался нынче. Надеюсь, хорошую погоду принесет. Досадно только, чтобы лакабло все скрывает солнце. В избушке недостаточно хорошее освещение. Впрочем, я надеюсь, что это не помешает начать и закончить. Самую интересную процедуру, которая предстоит бы обработать любого изделия. Масло согрелось. Можно начинать. Так. Сначала спинка. Вот именно то место, где, собственно, нарост, который привлек мое внимание, и располагался. Он не настолько светлый, как у спилов, которые мне попадали в руки во время привоза дров. Достаточно возрастной, но тем не менее. С очень интересным рисунком. Но и не возрастная древесинка тоже может преподнести свои сюрпризы. Посмотрим, что и как. Как же мне нравится вот эта процедура. Никогда не знаешь, что появится в следующую секунду после того, как проведешь кисть по древесине. новые узоры, новые переливы. Вот занимательная процедура. хорошее на глазах. Так, вот этот глаз под таким углом освещения даже не рассмотреть. Но он наверняка достаточно интересный. Там такая полосатенькая древесинка просвечивала. Да уж, необычный карась получается. Честно говоря, даже не знаю, в каком роде рыбы это существо можно было бы отнести, но все же глупопытно. Вся руки перепачкала. Ну-ка. Нет. Это обратная сторона медали, которая просматриваться не будет. И тоже может принести своеобразные сюрпризы. Кстати, еще не закончив, я несколько раз ставила телефон в эту подставку. И, честно говоря, мне ужасно понравилось. очень устойчивое. Угол наклона хорош получился. И пару вечеров в процессе обработки еще не полный пользовался моим телефончиком для вечерних просмотров. Вот так вот, честно говоря, понравилось. К тому же есть еще один маленький нюанс, который, значит, попозже расскажу. Ну, вот и все. Покрыта древесинка. Так. Ай, я, собственно, действительно зебра какая-то. Ах, нехвата руки пачкать, но все-таки переворнуть. Ой, склизка я. И вон еще не прокрас. Так, ну, это я сейчас все доделаю. я, собственно, проглаз. Ники же появились вот такие вот оригинальные стекляшечки, зеленоватые, синенькие. И у меня сегодня, когда была в савейном доле, одну из них выпросила. Вот эту вот. И попробовала вставить как глазик выемку, которая образовалась. здесь был сучок. Сама по себе дровичинка интересная достаточно. Но меня поразил эффект вот этого синего глаза. Завтра, когда все высохнет, непременно покажу. А сейчас займусь блюдом, которое недавно закончила. Пока еще не обрело обладателя. Но очень меня радует своими красками. Чтобы закрепить эффект, необходимо еще разочек с ним поработать маслицем. Действительно очень красивые узоры. И после вторичного покрытия наверняка станут куда ярче. Ну, как всегда, нас ждут великие дела. И вот лежит очередная деревяшка, с которой я сегодня непременно поработаю после того, как закончу с маслом возиться. Любопытно, чертовски любопытно, что будет дальше. Ну, как и всегда, что-то маячет впереди, и что-то вновь надежда вызывает, как лазурное небо, появившееся на горизонте. Эх, была бы завтра хорошая погода. И сегодня, ей-богу, выпало из графика из-за того, что были дожди. А так бы хотелось завершить одно и приступить к иному. Столько всего впереди, и нет возможности остановиться. Ну, что боги не делают все к лучшему, ни одно, так другое. Не на улице, так дома больше начинаешь успевать. Ну, что ж, всем творческих успехов, а я пока прощаюсь. До свидания. Продолжение следует...